Смотрите запуск первой миссии ExoMars завтра на нашем канале. Ссылка на экране и в описании. Первая европейская миссия ExoMars готова к запуску и уже покинула Талис Аренея Спейс во Франции. Трейсгаз Орбитер, ТГО и демонстрационный посадочный модуль с Киапарелли направляются на космодром Байконур. Запуск ExoMars 2016 совместной миссии Европейского и Российского космических агентств произойдет в марте на ракете Протон-М. Прибудет же на Марс в октябре. Два аппарата разъединяются за три дня до посадки, а ТГО выходит на орбиту Марса. Скиапарелли в свою очередь высадится на поверхность планеты. Скиапарелли будет первым аппаратом, опустившимся сквозь атмосферу Марса во время сезона пылевых бурь. Он будет исследовать момент вхождения в атмосферу и спуска, АКО Марс Плюс замерит потоки тепла на задней части спускаемого аппарата. Так мы сможем добыть ценную информацию для будущих миссий и помочь ученым понять процессы электризации в атмосфере Марса. Капсула спуска ДЭКО запечатлит место посадки и измерит прозрачность атмосферы. Так как главная цель демонстрационного модуля — это посадка, то он сядет в хорошо изученном месте — плато Меридиана. Туда приземлялся аппарат NASA Opportunity. Посадочный модуль имеет научную аппаратуру DREAMS, которая будет изучать окружающую среду Марса на протяжении нескольких дней. В 2004-м Марс Экспресс Европейского космического агентства впервые обнаружил метан на Марсе. Недавно же марсоход Curiosity обнаружил непостоянные выбросы газа. Trace Gas Orbiter ExoMars измерит содержание индикаторных газов в атмосфере Марса, в том числе и метан. На Земле большая часть метана — продукт жизнедеятельности, даже бактерий. Но есть и другие источники. Например, гидротермальные реакции между водой и минералами в мантии, к примеру, с оливином. Существует процесс в мантии, который превращает оливин в другой минерал — серпентин. В результате реакции с водой выделяется много водорода. На такой планете, как Марс, где атмосфера состоит из углекислого газа, водород может реагировать с СО2, выделяя метан. Интересный момент состоит в том, что даже если это бактерии или гидротермальные реакции в мантии, в обоих случаях нужна жидкая вода, и оба случая показывают планету более живой, чем мы предполагали ранее. Трейс Газ Орбитер послужит передатчиком данных миссий 2016 и 2018 годов. В миссиях будут участвовать марсоход и научная станция. В 2018 европейский марсоход не только будет ездить по поверхности, но еще и пробурит ее на 2 метра, чтобы добыть образцы и проанализировать их, используя инструменты последнего поколения. Общими усилиями Европейского космического агентства и Роскосмоса мы пополним наш багаж знаний про Марс, ища важные ключи к разгадке тайны существования жизни на соседней планете. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова